Девушки отдыхают Я поймаю тебя! Я поймаю всех вас! Всех до одного! Я поймаю вас! Однажды я найду вашу деревню, и вы пожалеете! Что ж, лес по-прежнему на месте. Если вы прислушаетесь, то услышите угрозы Гаргамеля. А если будете хорошо себя вести, то сможете увидеть жизнь смурфиков. Смурфики. Воспитание большеножика. Эй, что происходит? Подходите, получите! Завтрак сегодня на мне! Это точно. Смурф, круто! Я не знал, что ты умеешь готовить соседа. Готовить это не сложно. Только блины какие-то твёрдые. В следующий раз, когда захочешь сделать завтрак соседа, не надо. Вы же не будете винить меня за попытку. Хочешь, поспорим. Вот этот смурфик умеет готовить. Тебе это понравится, крошка. Открой рот, закрой глаза, я устрою тебе смурфный сюрприз. Похоже... Да, похоже, сюрприз для меня. Дай ещё блинов, Кластёна. С радостью, но я должен позаботиться о крошке. Скорф, круто, я помогу. Прости, но смурфлята слишком малы, чтобы заботиться о крошке. А теперь бегите играть, как хорошие смурфлята. Ухаживать за ребёнком не так уж и сложно. А теперь... Омой ушки, крошка. Воршливые воробьи, похоже, это весело. Мытьё ушей? Нет, купальние крошки. Привет, смурфлята. Можно мы поможем? Простите, но купальние крошки это не для смурфлят. Но я могу помочь добавить пузырьки. Нет, я могу. Видите? Уход за смурфлятами это работа для взрослых, а не для смурфлят. А теперь закончим купальние крошка. Кошка! Спи, милый крошка, спи на ветвях, ветер посмурфит, и крошка... Привет, папи! Привет, папи! Крошка спит. Мам, я покачаю крошку, папи. Прости, сосета, но укачивание крошки... Работай мне, где смурфлят! Видите, а я вам говорил. Почему нам никто не дает ухаживать за крошкой? Вы же знаете взрослых, они думают, что знают все. Они не знают, что я лучшая няня на свете! Что это было? Звук шел оттуда, пошли. Насатушка, не плачь. Большерот отведет Насатушку на бал Огров в следующем году. Но Насатушка хотела пойти на бал Огров в этом году. Большерот все испортил. Но у сестры Большерота свидание. А няню она не нашла, оставила большеножиком мне. Скользкие саламандры, мы будем няньками! Правда? Мы справимся, Божник, пошли! Смуршики посидят с большеножиком? Да, мы отличные няньки. Хорошо, спасибо, смурфлята. Насатушка идет на бал Огров. Молодец. Если с большеножиком что-то случится, Большерот будет очень недовален. Очень-очень недовален. Не беспокойся, мы эксперты под детям. Что мы будем делать теперь? Нужно покачать малыша. Проще сказать, чем со смурфить. А это весело. Давайте смурфить выше. Кажется, мы перешморфили. Кукла! Кукла! Большеножек хочет куклу! Эй, отпусти меня! Кукла! Да не твоя я, кукла, я смурфянок! Почему Большеножек плачет? Я знаю, тут нет игрушек. Игривые игуаны, давайте позволим Большеножику поиграть в наши игрушки. Точно! Отведем его обратно в деревню. Я уже говорил и скажу еще раз проще сказать, чем со смурфить. Смурф, ура! Ура! Смурф едал, мы идем! И они жили смурфно и счастливо. Хочешь, чтобы я прочитал тебе сказку снова, крошка? Ну ладно. Жили-были... Неожиданно стало темно. Великие смурфики, ради всех смурфиков! Кто это? Это племянник Большерота, Большеножек, а мы его няньки. Боюсь, это слишком серьезная работа, смурфлята. Бодрые бобры, папа, мы отлично справляемся! Да, нянькой быть очень просто. Спасайся, кто может, папа, в моем домике сидит малыш. Похоже, смурфлята решили поработать няньками портной. Чего только не бывает. Ладно, нам придется им помочь. Нет, нет, давай в этот раз не будем. Дадим им шанс. Думаю, они многому научатся, следя за Большеножиком. Бесполезно. Даже шутки хохмача не помогают. Аккуратно. Посмотрите, что я нашел. Супер-пупер крутой подарок хохмача с сюрпризом. Он точно развеселит Большеножика. Держи Большеножик. Может, он шутку не понял? По-моему, понял. Голопирующие гризы. Я поняла, Большеножик голоден. А чем кормят маленького огра? Я с этим разберусь. Готовы? Включайте подачу сока. Капаем стоющие суслики. У него хороший аппетит. О, нет. Это был месячный запас мурфиничного сока. Нам нужно было остановить кладь Большеножика. Похоже, не помогло. Что будем делать сейчас? Мы всё перепробовали. Не всё. Сноющие суслики. Я об этом не подумала. Поднимай. Немного сюда. Немного туда. Да, отлично. Теперь все смурфики. Двигайтесь вперёд. Подгузники на месте. Миссия выполнена. Смурф, ура! Ура! Отличная работа, смурфлят. Операция «Гигантский подгузник» успешно завершена. Это точно, папи. Теперь он счастливый малыш. Боюсь, даже счастливый большеножик слишком опасен, чтобы держать его в смурфе доме. А давайте поиграем с ним в лесу у большого дуба. Отличная идея, Сосета. Кстати, мастер изобрёл нечто смурфное, что понравится большеножику. Больше, чем открывание крыш с домов. С изобретением мастера уход за большеножиком стал совсем простым. Но у него есть свои взлёты и падения. Этот смурфоскоп мощнее, чем я думал. Я слышу сердцебиение смурфиков. Стоп! Мне кажется, быть нянькой – это самое смурфное занятие. Это точно самое смурфное. Смурфлята! Отличный урожай! Можно я присоединись к вашей вечеринке? Каргамель! Теперь я точно поймаю вас! Вы – маленькие синие закусочки! Что это ударило меня? Прыгающие пиявки! Нельзя оставлять большеножика! Но Каргамель хочет съесть нас. Мы отвечаем за большеножика неряха. Мы не можем его подвезти. Сосета права. Пойдёмте, спасём маленького парня. Маленького? От большеножика одни проблемы. Но мы нужны большеножику. Он же беспомощный малыш. Папа, папа. Я не твой папа, хулиган-переросток. Отпусти меня! Давай, большеножик, поиграем в лошадки. Вернитесь, маленькие монстрики. Вам не скрыться от меня. Ёрзающие еноты. Поднажми большеножик. Эх, вы вкусняшки. Я сделаю из вас смурфиковые отбивные. Прядься туда. Ничто вас не спасёт. Каргамель хочет украсть большеножика? Нет, 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 нет. Вовсе нет. Почему ты так решил? Я просто хотел поиграть с маленькими друзьями. И всё. Смурфлята нянчит большеножика. Каргамель плохой. Ку-ку. Да-да. Большерот благодарен смурфлятам за то, что они посидели с большеножиком. Счастливые собачки, это было просто. Хорошо. Отныне смурфлята будут постоянно менять большеножика. О, нет. Что ж, мои смурфлята. Вы показали, что готовы ухаживать за крошкой. Смурфлят! Смурфлят! Ты чему-нибудь научилась, Сосета? Конечно, папе. Сидеть с малышами не так уж просто. Это точно. Но некоторые малыши легче других. Повеска. Итак, маленькие смурфики спасли смурфидол от дракона. И потом жили смурфно и счастливо. Конец. Это моя любимая история, папе. Прочти еще раз. Ну, пожалуйста, прочти. Прости, Сосета. Мне нужно вернуться к работе. Когда-нибудь ты научишься читать сама. Но мне нравится, когда ты читаешь. Беги, играй, Сосета. Может, я почитаю тебе позже? Надо же. Спасибо, папе. Собирайтесь вокруг, смурфики. Я, благоразумник, устраиваю распродажу книг, чтобы освободить место для новых цитат благоразумника. Я практически раздаю старые. Вернее, я их, правда, раздаю. Итак, кто будет моим первым клиентом? Клиентом, подходите. Кажется, мои смурфиничные пироги горят. Это горячее солнце спалит мою брюква. Не говоря уже о моих цветах. Да, мне надо идти. Не думал, что уже так поздно. Еще увидимся. Сосета, подожди. Неужели ты упустишь возможность получить свой собственный томик? Облагоразумник, я не умею читать. Ты не умеешь читать? Значит, твоему бедному разуму недоступно просторное интеллектуальное поле, цитат благоразумника? Это ужасно! Последи за магазином растяпа. Конечно, благоразумник! Поручи это профессору благоразумнику, и ты скоро начнешь читать. Будь внимательна, сосета. А – это аккуратность. Благоразумник всегда аккуратен. Б – это благоразумник. А – благоразумник лучший. В – это великий благоразумник. Самый великий. И в самом конце – я. Это я. Благоразумник никогда не катался на яке. Сосета, ты меня слушаешь? Конечно, благоразумник. Привет, сосета. Папа разрешил нам пойти на озеро. Пойдешь с нами? Попающиеся конец, с удовольствием! Минуточку! Я не позволю вам отвлекать сосету от ее путешествия в королевство образования. Аш-маш! Папа, мне кажется, с крошкой что-то не так. Да? Что случилось? Великие сморфики! Я никогда не видел такой сыпи. Держите, положите крошку в кровать, а я поищу, как это вылечить. Да, папа? Так, посмотрим. Каждая цитата благоразумника, как цирка, ющитас! Что? Алмаз, а не таз. Благоразумник, можно поговорить с тобой? Неужели, Растяпа, какой-то смурфик хочет взять мою книжку? Ну, это не совсем смурфик. С книгой убежал щенок. О, нет! Если я не найду этот том, жемчужины моей мудрости будут потеряны навсегда. Подожди, а как же я? Пока я не вернусь, читай, читай и читай. Пришел, увидел и посмурфил да-да-да-дальше. Да, простые гусеницы, я этого не унесу. Может, если я скажу папе о том, как мне надоели уроки благоразумника, он позволит мне перестать? Я посмотрел все мои книги, но я не могу найти лекарства для крошки. Может, Хомнибус знает о лекарстве? Папи, папи! Да, Сосета? Я пыталась, я правда пыталась, папи, но чтение это слишком сложно для меня. Я знаю, что это бывает сложно, Сосета, но если будешь пытаться, поймешь, что это стоит усилий. В книгах можно найти ответы почти на все вопросы. А теперь, прости, мне нужно спешить к Хомнибусу. Что же мне делать? Папи сказал, что ответ почти на любой вопрос можно найти в книгах. Может, я найду решение своей проблемы в его книгах? Это что не помогает? Во всех этих книжках глупые заклинания. Кроме этой книги. Она пустая. Если эти слова читаешь ты, скажи и исполню твои я мечты. Что ж, если так, я больше не хочу видеть ни одной книги. А теперь я добавлю секретный ингредиент, чтобы мои кремовые пирожные были вкусными всегда. И я сделал это, Растяпа. Эти ценные слова чуть не пропали, но мое величие преодолевает все препятствия. Моя книга! Кошмар, благоразумник. Похоже, препятствия были серьезнее, чем ты думал. Состав, который тебе нужен, чтобы вылечить крошку в этой книге, папа. Спасибо, Хомнибус. Теперь нужно скорее вернуться в Смурфидол. Великие Смурфики! Мои книги! Они исчезли! В том числе та, которую ты мне только что дал. Кто мог это сделать? Гармонюс, это ужасно! Я знаю, без моих нотных книг я не могу репетировать. Прости, фермер. Без книг с инструкциями я не знаю, как починить мельницу. Но, мастер, без мельницы мы не можем намолоть муки, а без муки у нас не будет хлеба. Я знаю, знаю, мне нужно вернуть мои книги. О, нет. Смурфсяная каша, снова. Да, я теряю аппетит. Эй, простите, смурфлята, но без моих кулинарных книг это единственное, что я помню, как готовить. Что ж, мистер Лягушка, хоть вам и не нужны книги, но я знаю сто двух смурфиков, которым они нужны. Рыдающий рыба-меч. Особенно я скучаю по книге со сказками. Сосета, пошли, папа вернулся. Папе? Но я не хочу. Смурфи-дол развалится, если я не получу свои инструкции. Все смурфики откажутся есть, если я буду подавать только кашу. А как крошка? Терпеть не могу больного крошку. Я этого боялся. Желтая сыпь становится сильнее. Ты правда не можешь помочь крошке, папа? Без книжки Хомнибуса я ничего не могу сделать, Сосета. Нам надо что-то сделать. Мне страшно даже представить жизнь без книг. Есть только один шанс. Если я пойду к колодцу знаний, может, я уговорю его вернуть книге миру. Папе, это я виновата. О чем ты, Сосета? Я заставила книги исчезнуть. Ты? Я боялась сказать раньше. Но теперь, когда крошке нужна наша помощь, мне пришлось сказать это. Сосета, как ты могла такое сделать? Я не хотела, чтобы исчезли все книги. Я просто больше не хотела читать. Сама. Тебе не понравились мои уроки чтения. Это неслыханно. Благоразумник, частично это и твоя вина. Моя? Чтение – это веселье, а не работа. Но, папа, что может быть веселее чтения цитат благоразумника? Сосета, пойдем со мной. Ты поможешь убедить колодец вернуть книги. О, колодец знаний! Без книг мир стал грустным и пустым местом. Прояви свою мудрость. Пожалуйста, верни книги миру. Книги – редкое и ценное сокровище. Я могу их вернуть, если малышка, которая изгнала их из этого мира, отдаст то, что ей дорого. Я отдам все, чтобы вернуть книги. Правда. Можешь взять щетку для волос, или моего кукольного смурфика, и даже мою лягушку. Нет, смурфленок. Мне нужно что-то еще более ценное. Но у меня ничего нет. А если ты не вернешь нам книги, и сластеный не сможет правильно готовить, мастер не сможет ничего ремонтировать, а крошка не выздоровеет. Пожалуйста, мистер колодец, верните нам наши книги. Пожалуйста! Пожалуйста! А-а-а! Вот это мне и нужно! Нет ничего ценнее, чем искренние слеза сочувствия к другим. Слава смурфикам! Заклинание снято! Теперь ты вылечишь крошку! Спасибо, мистер колодец! Вы самый смурфный! Полетели, Сассета. Нельзя терять ни минуты. Щепотка корицы, немного имбирного корня. Надеюсь, это поможет. Вот такой крошка. Мне нравится. Поворот налево, потом два резких оборота направо. Вот. Должно сработать. Ура! Не благодарите меня. Благодарите инструкции по ремонту. Некоторые смурфики рождены великими. На благоразумника величи буквально навалилось. Подходите, смурфики, попробуйте мои смурфные пирожные с кремом. Ура! Пирожные с кремом! Эй! Такое стоило ждать, Сластёна. Такой деть. Прочитай ещё раз мою любимую сказку. Пожалуйста, папи, ты обещал. Мы тоже хотим послушать. Пожалуйста. Ну ладно. Здорово! Здорово! Давным-давно жил страшный дракон, который нападал на лес. Никто в смурфидоле не был в безопасности. И однажды... И однажды очень смелый смурфик... Ты молодец, Сета! ...который решил встретиться с драконом. Смурфики. Авторы идеи Пайо и Эван Делпорте. Продюсеры Джозеф Барбара и Уильям Хана. Озвучено по заказу ВГТРК в 2012 году. Делают... Раз.